В киномузее сегодня открылась новая экспозиция, посвящена на работе киномехаников. А основу выставки составили артефакты из трудовой истории одного из самых известных новгородских мастеров этого дела, Аркадия Августовича Лива. Вот он, кинопроектор Аркадия Лива, который он собрал сам, из двух разных моделей. До сих пор работает, уверяют сотрудники музея. И неудивительно, работал Аркадий Августович с душой, изобретатель, рационализатор и, конечно, знаменитый на всю область киномеханик. Внучка Елена вспоминает, дедушка был очень деловым и увлекающимся человеком. И тракторами хвастался, приезжал. Очень был педантичный, очень следил за порядком с сестрой. Не разрешал нам какие-то жалости делать, но был очень добрый дедушка. Для Аркадия Августовича Лива кино было не просто увлечением, признаются родственники. Это было его призвание. Неотъемлемая часть жизни. Не снимать он не мог и практически всю мирную жизнь проработал киномехаником в селе Медведь Шимского района. Через объектив его кинокамеры прошло немало сельских мероприятий. Все они стали документальными фильмами. В архиве их десятки. Есть фильмы о ветеранах. Очень много разных фильмов по темам. Самое ценное, что они все со звуком. К ним есть еще отдельно звуковые кассеты, которые записывал и делал на пленке отдельно. Несмотря на то, что в основу экспозиции лег личный архив Аркадия Лива, посвящена она всем его коллегам по цеху. Здесь можно будет узнать об особенностях работы киномеханика, увидеть вживую кинопроектор и другую технику. Есть и интерактивные экспонаты. Вот такой перематыватель был сделан на Новгородском киномеханическом заводе 30 лет назад. Принцип работы прост. Поворачиваем ручку. О, крутится! Этот перематыватель, как и кинопроектор, еще недавно располагались в колледже искусств. На них обучалось новое поколение деятелей киноискусства. Теперь они доступны и другим зрителям. В том, что их будет немало, организаторы не сомневаются. Дело в том, что мало кто вообще знает, что скрывается за теми окошечками, откуда лучи бьют на экран. Там практически никто не бывал, поэтому приоткрыть завесу тайны, где висит табличка «Посторонний вход воспрещен», мы попытались. Работать новая выставка будет, если не всегда, то очень долго, обещают сотрудники киномузея. Так что увидеть ее смогут все желающие. Наталья Хмелева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.